здравствуйте друзья с вами рима канал рима кухня огород сегодня у нас на дворе 6 октября и я сегодня буду сажать чеснок прежде чем посадить чеснок я его предварительно на два часа замочила в таком растворе я взяла 5 литров теплой воды разбавила тамбурную кислоту 10 грамм вот этот гумат плюс 9 биомастера я его очень люблю но также есть такие же пачки гумат 7 другого производителя его тоже можно использовать и покупаю этот и другой и одну пачку вот этого вот гумата 10 грамм там тоже все перемешала смочила разбавила растворила в воде и замочила там вот мои чесночинки вот где тазик побольше там у меня чеснок как бы единичными зубчиками а вот в этом ведерке маленьком я чеснок буду сажать целыми головками сейчас вот они у меня лежат пока в таком растворе слила я раствор с этого чеснока в лейку теперь разбавлю до объема 10 литров потому что вот это количество 1 пачка борной кислоты 1 1 пачка гуматокали надо развести на 10 литров воды сейчас я в виду дополню так просыпаю я вот песочком по ростку ну просыпала я вот всю бородку песком залом сейчас я буду сажать чеснок хочу обратить ваше внимание друзья что чеснок я буду сажать как бы вот эти все чесночинки вот имеют треугольную форму так скажем вот здесь вот плоская сторона а здесь вот полуокружная сторона и я буду сажать их всех в одном направлении вот эта острая сторона будет стоять ну как сказать вам в одном направлении они будут друг от друга находиться вот так вот все одинаково будут посажены можно и хоть так и хоть так самое главное чтобы вот все они были острый или круглой стороной в одну сторону на протяжении всей бороздки бороздка получилось у меня глубиной сантиметров 8 так чеснок я сажаю только слегка придавливая так вот круглую страну я сажаю значит в одну сторону и через 10 сантиметров сажаю другой вот они у меня все круглой стороны будут смотреть в одну сторону следующий так слегка вдавливая вот следующий круглая сторона смотрит в одну сторону как и все вот круглая сторона круглая круглая этот метод позволяет зеленым зеленым перышком находиться в одной плоскости и как бы свет будет равномерно попадать на все на все листья они будут как бы смотреть своим веером все в одну сторону это во красиво смотрится и это для освещения для продувания вот этих перьев поэтому как бы рекомендует сажать в одном направлении посадил я чесночок на 3 дочек видите они у меня все круглой сторонкой смотрят в одну сторону вот это очень конечно кривовато но ничего потом это не будет заметно вот таким образом я посадил чеснок сейчас я его засыплю землей в идеале бы еще положить конечно перегной но перегной я ложила уже вот под перекопку земли и до этого в этой грядке было перегной тоже достаточно внесено так что вот закапываю засыпаю на второй рядок я посадила чеснок целыми головками постаралась выбрать чтобы в головке было четыре пять зубчиков и естественно сажала их на расстоянии уже между ними через 20 сантиметров и поскольку здесь как бы целые головка каждую я присыплю конским перегноем просто сверху каждую вот так вот потом закопаю такие вот у меня получается холмики сейчас я присыплю каждую головку перегноем конским перепревшим хорошо и закопаю грядки ой этот рядки засыпал я и дочки с чесноком и поскольку уже тепла не обещают уже наверное зима наступит в этом году пораньше такие прогнозы я сразу засыпаю вот соломкой она такая не свежая уже прошлогодний полу такая истлевшая такая мне солома даже больше нравится по своей структуре она вот такая уже вот хорошая перед не такая воздушная чуть слежа на и уже я закрою всю грядку ну вот друзья заложила я соломки полу при полу истлевший полу при полу перепревший на чесночную грядку и теперь с чувством и стол исполненного долгого сказать все огородный сезон на этом году завершён а чесночку я пожелаю хорошо перезимовать и порадовать нас на следующий год поскольку я нахожусь возле теплиц покажу какие сидера то у меня в теплице как они себя чувствуют это вот одна тепличка это вот другая тепличка все вот на этой зеленой красивой нотке я заканчиваю всем пока пока